Лето это самое активное время года, а также самое травмоопасное. Об этом мы сегодня и говорим в первой части нашей передачи. А также пообщаемся и на тему правил рыболовства. Что нужно знать каждому любителю посидеть у воды с удочкой. Но для начала напомним о правилах поведения на воде, рассказывает Эвол Дукуль. Теплая погода в этом году наступила необычайно рано. Достаточно рано начался и активный купальный сезон. Для спасателей это беспокойное время. Безответственность на воде порой стоит дорого. Стоит помнить об основных правилах безопасности во время отдыха. Обязательно у детей жилеты, круги или душевые рукавники, с которыми надо приходить и купаться. На всех официальных пляжах дежурят спасатели. Но о своей безопасности нужно подумать и самим отдыхающим. После длительного нахождения под солнцем нельзя резко забегать в воду. Нельзя оставлять детей без присмотра. Запрещено прыгать с мостов и разрешено купаться только в отведенных для этого местах. Есть вот бойки у каждого купания в местах, за которыми нельзя купаться. Это запрещено и мы за этим следяем все время. И еще что нельзя прыгать на голове, веселиться как хотите, кидать друг к другу. Идете купаться осторожно в незнакомых местах. Нужно быть, когда ныряете, потому что можно столкнуться с каким-нибудь предметом под водой и, соответственно, повредить себе спину. И уже дальше пошевелиться нельзя и можно так же само утонуть. Приближается праздник лига, во время которого многие отправляются на отдых за город. В каждом самоуправлении нужно узнавать самим же гостям в этом самоуправлении, можно ли там около водоема разводить костер, жарить те же самые мангалы. Если разрешено, опять же, нужно смотреть, чтобы рядышком не было предметов, которые могут загореться. Та же самая убранная трава прошлогодняя. Вместо костра вокруг почистить, убрать, чтобы не было прошлогодней травы, потому что, опять же, нагреется, загорится и пойдет уже дальше гореть. Костер у вас только что был маленький, вроде бы под присмотром, но сгорелось, ветер подул и все пошло дальше вокруг гореть. Возле костра должна находиться вода, чтобы можно было потушить огонь. После отдыха следует убрать за собой и оставить место пикника в порядке. Спасательные службы напоминают, если вы стали свидетелем несчастного случая, неизмедлительно следует сообщить об этом по номеру 112.